Добрый день, уважаемый участник конференции, также гости, присутствующие в этом занятии. Я, Вячеслав Казаров, и мой партнер Игорь Гораджев от имени Удинской диаспоры, проживающие на территории Республики Казахстан, хотели бы поблагодарить организаторов данной конференции, людей, внесших свой вклад для осуществления и проведения этой встречи в нынешнем составе. Также хотел бы поприветствовать всех участников, гостей прессу, в которой, к сожалению, не осталось. Также выражаем глубокую признательность за Ваше участие, вклад и небезразличность в судьбе нашего народа. Вкратце расскажу о жизнедеятельности нашего народа в Республике Казахстан. Так уж получилось, что наш народ на протяжении долгих лет стремится найти свое пристанище в различных регионах бывшего Советского Союза. И не только. Не исключением стали наши отцы и деды, которые, начиная с 60-х, 70-х годов, нащупали западный регион Казахстана. Возможно, социальная стабильность, а может быть, схожесть климатических условий благоприятно повлияла на адаптацию кудинского народа на территории Западного Казахстана, в частности, в городах Шевченко и Новый Узень. Ныне это города Актау и Жен-Узень соответственно. Некоторые по приглашению крупных промышленных заводов, кто-то по рекомендации своих знакомых и родственников, а кто-то отслужив в Казахстане. Наш народ приживался в этих городах Казахстана. К сожалению, ввиду межнационального конфликта, случившегося в Новом Узене в 1989 году, большая часть тудинских семей выехала на постоянное место жительства в другие регионы. Но даже не считая уехавших наших земляков, в данный момент тудинская диаспора насчитывает порядка 85 семей или около 400 человек, постоянно проживающих в Узене на территории Казахстана. Среди них имеются множество одаренных, грамотных, способных и интеллектуальных людей. В частности, наши студенты обучаются в престижных вузах Казахстана, России и даже дальнего зарубежья. Наши спортсмены показывают отличные результаты на международных соревнованиях, занимая призовые места. Наши умные таланты и дарования участвуют во всевозможных живописных выставках с собственными рисунками. Осклонны к музыке и танцам подростки на городских и областных концертах, конкурсах. Не следует забывать и о наших земляках, которые своим тонким, кропотливым трудом заработали авторитет не только среди удинского народа, но и в высших кругах Казахстана и не только Казахстана. В частности, это заслуженный педагог, ныне преподаватель одного из университетов города Алматы, Шаркула Рик, Василий и всеми уважаемый ветеран правоохранительных органов Казахстана, Макарах Ворошил. На этом история удина в Казахстане не останавливается. И для продолжения достижений высоких результатов, а больше для помощи раскрытия этих достижений, мы должны прилагать большие усилия. В частности, группа инициативных лиц в данный момент ведется работа по регистрации и началу работы Национального культурного центра удинского народа в Казахстане, который в дальнейшем возьмет на себя обязательства по объединению удинов в Казахстане, изучению всевозможных проблем, а также освещению жизнедеятельности наших земляков на территории Казахстана. Будут прикладываться усилия по сохранению и продолжению культуры нашего народа, а главной передаче из поколения в поколение главного нашего достоинства – это удинского языка. Также будет проводиться работа по общению с культурными центрами других народов, участие в общих проектах и мероприятиях. Планируем тесно связать деятельность нашего культурного центра с консульствами Азербайджанской республики и ряда других стран. Ну и, конечно, тесное сотрудничество с правительством Казахстана местного и республиканского значения. И это только небольшое видение предстоящих планов, осуществляемых во благо удинского народа, популяризации удинского этноса и стремления сохранения бытности нашего народа, проживающего на территории Республики Казахстан. Но ни одно стремление или действие не даст высоких результатов, если мы не будем вырабатывать стратегию вместе, вынашивать план действий. Поэтому мы будем очень признательны, если такого рода собрания войдут в регулярность, вкусные обсуждения проблем будут воплощаться в конкретные предложения и пути решений, а дальнейшие действия будут давать ощутимые результаты. И в заключении, ранее была высказана проблема УГУЗа. Я очень прошу не ставить крест на УГУЗе и в порядке проблемы решать его душу. Спасибо большое за внимание.